Привет-привет всем! С вами снова я, Ингрида. Сегодня для меня будет такое необычное, вернее, непривычное видео. Я не только вам покажу именно все три части нашего комплекса, где мы скупили себе апартамент, но также все расскажу по ценам. Какие именно цены в каждом отдельной части вот этого комплекса, что вы там в этих апартаментах можете увидеть. И самое главное, что я очень долго сама искала, не могла никак найти, когда мы сюда переезжали в Испанию, сколько же будет стоить ежемесячная обязательная плата за то, что мы здесь проживаем. Я даже не знала, за что надо будет платить. В общем, мне такой информации не удалось выудить. Поэтому я надеюсь, может быть, кому-то она пригодится. Только сделаю примечание, надо пометить, что мы с мужем, оба пенсионера, неработающих, что мы переехали с Латвии, то есть с Риги, именно в Испанию. Ну, это Евросоюз, Евросоюз, да. И моя информация... Ну, вот не думайте, что я тут какой-то агент по недвижимости, что-то рекомендуем, ни в коем случае я на это не претендую. Я все расскажу вот именно с своего опыта. Мы здесь уже проживаем 4 месяца, да, в своих именно апартаментах. Моя информация вся от первых рук, как говорится, с первых рук, а именно самого владельца этого комплекса, застройщика, а именно от представителя, менеджера по продажам Виктории. Ну, мы были очень приятно удивлены. Ну, мы не надеялись, что кто-то тут будет разговаривать на латышском языке, ни в коем случае. Но хотя мы очень были удивлены и приятно удивлены, что менеджер по этим продажам, девушка Виктория, которая очень хорошо разговаривает на русском. Вы не представляете, как нам это облегчило жизнь, вот дальнейшую всю адаптацию. Все вопросы не нужны и нужны, и все нам решала, переводила и делала Виктория. Это настолько облегчило нам жизнь, что я даже в мечтах не могла это мечтать, да? Нет, ну, кто-то, конечно, скажет, надо учить испанский язык. Я, конечно, его учу, но сразу, когда приехала, я здесь знала несколько слов на испанском. Так что, Виктория, большое тебе спасибо. Настолько приятная девушка. Ну, мы ее действительно очень обременяли. Я уже понимаю, может быть, она уже устала от нас. Ну, так, к сожалению, получилось, да? Ну, большое спасибо. Так что вся информация тоже будет достоверная именно от менеджера по продажам. Ну что, пойдем смотреть. И начнем мы именно с комплекса, вернее, в нашем же комплексе, но только с части «Оазис». Архитектура строения в каждой части нашего комплекса немного друг от друга отличается. Наш комплекс, если я не сказала, называется «Асьенда де ла Ламу». Но он поделен на три части, как я уже говорила. А именно вот в этом доме мы снимали апартаменты, тоже с двумя спальнями, с двумя ванными комнатами, пока мы дали именно одобрение от владельца, именно от банка. Да, застройщикам и владельцам этих апартаментов, вернее, всего комплекса является именно банк. Ну, это было совсем непросто дождаться. Здесь столько надо было сдать. Как они говорят, анализы буквально все с нас сняли, можно сказать. Мы ждали одобрения два месяца и 23 дня. Да, это было очень занудно, очень долго, очень длительно. И стресс, в общем, эти два месяца можно выкинуть из нашей жизни. Всего на продажу в этом комплексе застройщик выставил 983 апартаменты. А сейчас уже остались предложения только чуть более 60. Именно в Азисе больше всего еще свободных именно апартаментов ожидает своих покупателей. Это чуть больше 30. Больше 30, да. И в основном здесь они состоят из двух и трех спальн. Две ванные комнаты. Да, здесь очень просторные ванные комнаты. Да, вот это действительно мне здесь очень нравилось. И что здесь еще есть хорошо, что здесь есть такие... При каждой их апартаментах есть такой небольшой как бассейн свой собственный. Сейчас я подойду немножко, потому что здесь можно подойти и увидеть. Вам покажу. Видите, как он выглядит? Конечно, его надо чистить тут каждый. Вот это, конечно, тоже минус. Мы когда арендовали, он был не почищенный, пользоваться им нельзя было. Ну, так что, если не проживаете постоянно здесь, ну, то, конечно, вот с такой проблемой можно столкнуться. Но если вы живете, то, конечно, вы же будете чистить. Постоянно этой проблемы не будет. В настоящее время, которое здесь остались на продаже апартаменты, составляет площадь от 112 до 187 квадратных метров. Ну, так как я сказала, кухня здесь уже обостроена техникой, мебелью. Ну, только в апартаментах мебели нет, в самих именно комнатах это вы уже сами сможете обставить по желанию. Мне даже это больше нравится, чем брать вторичную уже, когда уже обустроено, уже как сам хозяин решил, да. Ну, кондиционер, конечно, холод, тепло в каждых апартаментах, во всем комплексе это само собой есть. Также, как я говорила, частный небольшой бассейн есть уже в этих апартаментах, в Азисе именно. И есть также общий бассейн. А общих бассейнов здесь именно три. Ну, кроме того, здесь, конечно, есть, так же, как во всем комплексе, всех частях, здесь есть спортивные залы, теннисные корты. Все в этой части тоже есть, в Азисе. В предложении от застройщика, а именно в первичные продажи, здесь осталось примерно чуть более 30 апартаментов. И цена их варьируется так от 65 тысяч до 105 тысяч евро. Это в основном двух и трех именно комнатные. Это означает две или три спальни. Также есть, я видела, одна с одной ванной комнатой, но только две апартаменты. Остальные все двумя ванными комнатами, с ванной двумя. И вот подошли мы к бассейну, а он, оказывается, закрыт. Да, здесь бассейн, вообще-то, они открыты, но, правда, с 1 апреля только открывается сезон. И тогда открыт, вероятно, именно в Азисе. Потому что я знаю, что у них с любой, вот именно, неважно, с какого именно вы придете там части комплекса этого, или там Лос-Алибас, или Пуэбло-Эспан-Юл, вы можете пройти в любой из бассейнов Азиса. Даже, я знаю, гостиница предлагала, когда они закрыли свой бассейн на ремонт, предлагали сюда проходить. И, как видите, все дома, строения, одинаковые архитектуры, иди куда хочешь, все одинаково. Да, и забыла сказать, что у каждой апартамента, у каждой квартиры, конечно, есть свое парковочное место. Да, здесь нет подземного гаража, как такового, здесь парковочное место именно открытое. Да, и еще могу упомянуть, сколько же стоит здесь аренда. Вообще, как таковой, мы здесь очень искали сложную аренду, хотели когда снять. Это вообще было настолько сложно и почти невыполнимо уже казалось. Ну, благодаря Виктории она подключила своих знакомых, ну, и нам одни из нее знакомых сдали. И то, я считаю, это была очень даже нормальная цена. Мы сняли за 1500 евро в месяц, но туда было все включено. Было также пару предложений именно с той части, где мы уже купили сейчас апартаменты. Были Пэбло и Спаньюл, но там была цена такая кусачая достаточно. Меньше, чем 2000 не стоило. Было за 2000 предложили, вторых 2200. Нет, конечно, наверняка, если бы вы снимали на долгосрочную аренду, брали бы, это было бы дешевле. Но дело в том, что долгосрочную я здесь вообще не слышала, чтобы кто-то сдавал. Ну, здесь в основном владельцы недвижимости, ну, не нуждаются в этом. Они не нуждаются сдавать в аренду свои помещения. У них это как-то рая недвижимость. Они приезжают сюда отдыхать, поиграть в гольф. Ну, кто чем заниматься. На выходные могут прилететь на пару дней. Ну, это мы тут такие, которые живем постоянно. И таких совсем немного здесь. А сейчас я отправлюсь к машине, так как поедем уже в часть Лос-Аливас. А она, поскольку не такая близкая, до нее доехать примерно около 3-4 километра точно будет. Итак, мы отправляемся теперь в сторону Лос-Аливас. А это уже ближе к выезду, или к шлагбауму. Выезду из комплекса. Ну, сейчас проедем. Немножко посмотрите, увидите, как у нас выглядит уже немножко за жилой зоной. Посмотрите, как-нибудь я зайду, конечно. Сегодня уже не успею. Ни в коем случае слишком длинное было бы видео. Слева и с правой стороны по всему комплексу идут гольф-поля. Более 6700 квадратных метров. Метр, более даже. Ну, когда мы приобретали именно эти апартаменты, мне это не было так существенно и неважно, да. Но мне говорили, что это самый большой гольф-клуб в Испании. Нет, я, конечно, не знаю, самый ли он большой, да. Но то, что, вероятно, он один из самых больших, это, наверное, точно. И он очень, ну, красивый, по крайней мере. Я там вижу, там есть несколько мостиков, разные такие интересные строения. Я уже не говорю там, как засажен он весь этот гольф-клуб, приятно. Плюс там есть такие искусственные водоемы разные. И движение разрешено по комплексу 40 километров в час. Конечно, тут все нарушают, но я поеду сегодня медленно. А, вы видите, в основном, вот как только где-то заезд, это вообще по всей, не только в нашем комплексе, по всем городам, Испания в основном, кольцевые. Нету таких светофоров или чего-то. В основном кольцевые все. Ну, так что проедем. Вот здесь я каждое утро прохожу, вот по этой дорожке. Своя прогулка, ходьба моя утренняя. Вот я так медленно еду, и никто не обгоняет меня. Все так спокойно едут сзади следом. Да, так что вот здесь как раз проходит моя утренняя ходьба. Три километра в одну сторону. Можешь сказать, почти до Лос-Аливес я дохожу. Три в одну и три в обратно. Это и так приятно здесь. Ну, воздух, видите, вокруг горы, да? Воздух просто изумительный воздух. Сады цитрусовых. Ну, я уже не говорю про эти пальмы. Я уже с ними свыклась как с березками. Да, все время такое ограничение движения. Я все про них забываю. Да, спортзал у нас есть. Также самый большой, закрытый спортзал. Мы тоже его проедем. Вот мы проезжаем сейчас с левой стороны. Что-то у меня камера сходит. Сейчас поправлю чуть-чуть. С левой стороны будет офис именно менеджеров. Виктория где тоже находится. Где ее офис? Ой, камера совсем-совсем. Так что, но мы проезжаем. И едем дальше вперед к Хост-Оливесу. Да, и все вокруг горы. Ну, я как сказал, изумительный просто воздух. Все в горах. А вот здесь у нас без гор вот такая, такой оазис. Действительно, такой кружок оазиса среди гор. А, да, я обещала уже сказать, где именно находится этот комплекс. Комплекс находится так. Море от нас, ну, примерно 25 километров. Ну, если по прямому, конечно, да. Но поскольку надо ехать округом немножко, значит, до моря у нас в любом случае 40 минут занимает. Так что до моря 40 минут. Ну, можно ехать в Картахену, можно в Макарон, где удобнее, в общем. В обоих местах хорошие пляжи. Сам комплекс так, что это юг Испании. Да, это юг Испании. Здесь все время тепло, все время солнце, тепло. Это тоже, вот спортзал проехали, да, забыла сказать. Спортзал, теннисный корт тоже у нас тут закрытое все есть. Вот, и мы уже подъезжаем, подъезжаем к Лос-Оливес. Так что до Мурсии города у нас 50 километров. Ну, это где-то полчаса езды. До Картахена у нас 20 километров примерно. Ну, это и 20 минут больше не занимает. И очень хорошо, что при выезде... Вот мы будем выезжать... Вообще-то я доеду сейчас до Шлагбаума. При выезде с нашего комплекса автобан проходит. Это вообще изумительно. Заехали на него. Вот это, между прочим, уазис с левой стороны. Заехали на автобан и 120 включил и поехал. Поэтому это очень быстро. Это очень плюс большой, что у нас рядом автобан. Не, ну, конечно, автобаны тут очень их много и проходят мимо почти что каждый город. И постоянно, вот видите, я проезжаю мимо, забыла сказать, постоянно здесь что-то досаживает, делает, ну, облагораживает. Постоянно весь комплекс облагораживается. Вот мы выезд... Шлагбаум, когда вы езжаете, нет, вас смотреть не будет, ничего там не будет проверяться. Но при въезде, если ваши номера не зарегистрированы, мои зарегистрированы. Поскольку мы владельцы и уже испанские номера, мы же сейчас гордые, да, машинка гордая моя. Испанские номера у нее. Мы зарегистрировали уже наши номера, и у нас автоматически открывается шлагбаум. Но остальных, конечно, спрашивают, куда, чего, почем. Так что так просто в комплекс не попадете. Ну, а мы сейчас вот потихоньку уже подъезжаем к Лос-Аливас. Итак, я припарковалась без проблем. И зашла такую совсем небольшую часть вот этого нашего комплекса в Лос-Аливас. И смотрю здесь, ну, плюс-минус почти что все домики одинаковые, да. Но что у них примечательно, что в некоторых домах, пентхаусах, есть своя собственная терраса с барбекю. Да, ну вот это так интересно. Ну, не знаю, хотела бы я в нем жить. Вот именно вы можете подняться на свою собственную террасу на крышу. Именно с гостиной такая винтажная лестница поднялись, и вы на собственной сауне. И в этом части комплекса Лос-Аливас 8 уже бассейнов. Я говорила, что я нахожусь только в одной из маленьких частей, но он довольно немаленький. В основном они, конечно, двух- и трехкомнатные, да. У них белые мраморные полы во всех комнатах, да. Там столешницы на кухне из камня. Встроенная, конечно, оборудованная полностью кухня. Ванная комната именно тоже оборудована. Ну, дальше мебель точно так же, как у нас. Конечно, надо самим оборудовать. Вот один из бассейнов мы проходим. Так же само здесь находится частная, да. У них также частные подземные парковки, так же, как у нас. У вас здесь все видите. Если они не подземные, то здесь тоже подземные. И у них еще есть подсобное помещение. Подвальное 10 квадратных метров. Да, я еще не сказала, что у них так же само есть в ванных комнатах подогрев полов. Да, это тоже плюс. Ну, кондиционер это само собой. Теплый, холодный воздух. Это все есть. Это во всех апартаментах. И еще у них бронированные двери. Да, прохожу. И вот на каждой улочке одинаковые. Можно сказать, одинаковые домики. Я тут, наверное, запуталась бы где. Так, и насчет цен. Да, я сказала, что от 90 у них начинается, да. Ну, средняя цена, да. 95 тысяч, так я смотрю, средняя цена. Есть за 110 тысяч. Даже двухкомнатная может стоить и 120 тысяч, и двухкомнатная может стоить 90 тысяч. Ну, вот так примерно выглядит вход. Так выглядят примерно домики. Ну, обслуживающий персонал, как я сказала, весь день. Вот где-то кого-то, кто-то чего-то делает. Так же и в нашей части. То же самое. Что-то подкрасит, подделает, поставит, уберут каждый день. Ну, и так, наконец-то я добралась до одного бассейна. И измерим, какая же температура сейчас воды именно в бассейне. А на улице в данный момент я вижу 22 градуса. Да, 22 показывает. Ну, здесь тень. Ну, посмотрим, сколько же температура воды. Ой, я вижу. 12, ну да, в общем, 12,6, ну, в общем, около 13 градусов. Так что вот такая водичка сейчас. Ну, далеко не тёплая, да? Наверное, будет правильнее. Я сейчас выведу на экран весь список апартаментов, которые продаются в этой части комплекса. И вы сразу увидите цены, сколько там комнат, сколько ванных комнат. Иметь в виду, если обозначение две комнаты, значит, это две спальни. Ну, и плюс вы увидите также самое, там, две ванные комнаты и одна. Но в основном здесь две ванные комнаты в апартаментах. И только три я вижу апартамента с тремя комнатами. С тремя это, имеется в виду, спальнями. Остальные все двухкомнатные цены. Как я уже говорила, от 92 тысяч начинается и до 128 тысяч. Но я знаю, что ещё есть апартаменты, одни, пентхаус, где стоимость 135 тысяч. Или 138, вот точно я позабыла немножко эту цифру. И если кому интересно, может интересно, посмотрите, остановите видео и можете увидеть, какие цены, за что. А сейчас я снова вернулась обратно в часть нашей, именно, где мы проживаем, комплекса, именно Пабло-Испаньол. И это пройдёмся в самую оживлённую улицу, на которой тоже выходят наши окна. Это только, вот когда стало теплее, вернее, вот настолько она стала уже оживлённее. А ещё буквально пару недель назад так не было. Но вот смотрите, как солнышко выглянуло, теплее стало. Уже более оживлённо всё стало. Не совсем так грустно, да? Это кафе. Я не знаю, почему его называют именем Луи. Ну, со временем узнаю, почему. Ну, здесь, наверное, которые в основном вольф играют. В основном они здесь уже отдыхают. И наши окна тоже здесь. Буквально рядом. Буквально рядом прохожу с нашими окнами. Вот смотрите, какие офисы здесь ещё есть. На первом этаже, на нулевом, это недвижимость. Есть кафе, да, у нас открылось новое кафе. У нас открылось... Как это? Парикмахерская. Ну, как это? Салон красоты. Вот. Как по-русски? Скайсинг-клапшн салон. В общем, салон красоты открылся. Вот кафе новое. В общем, обживаемся, обживаемся. А здесь у нас тоже кафе такой киоск. Они почему-то киоском называют, да? Амазон. Но здесь вечером, особенно когда праздники какие-то, живая музыка. В общем, дискотека повсю работает. Но я очень рада, что у нас эта раса выходит именно на эту площадь. Это самое оживлённое место. И мы хотя бы здесь чувствуем жизнь. Также все мероприятия, можно сказать, проходятся именно под нашей террасой. Недавно здесь проводилась новогодняя ярмарка. А сейчас я направляю в сторону бассейна, который совсем рядом. Ну, вот у нас ещё здесь есть магазинчик, такой супермаркет. Ну, не скажу, чтобы тут он очень был обширный с продуктами или товаром. Всё равно мы ездим в ближайший магазин, который находится в Фонте-Аламу. Это где-то 7 километров под Сюльево, да? Так что, ну, в магазине есть первые необходимости. Всё можете купить. Спускаясь вниз, можете попасть именно в подземную автостояночку. Там у нас тоже есть своё место. И вот рядом бассейн. Ну, вот видите, люди загорают. Ну, видно, я мешать не буду, но подойду, хотя покажу наш бассейн. Чтоб плавали, я не вижу, что плавает, но загорать загорает. Пуэбло Испаньо является центром всего нашего комплекса гольф-курорт Асиенда-де-ля-ламо. Здесь расположено, как и видели, множество офисов, кафе и ресторанов. Но особенно мне нравится именно архитектура в этой части комплекса. Каждый домик, каждая улочка переносит нас в такой сказочный старинный испанский городок. И вот это и есть та причина, по которой мы с мужем решили купить апартаменты именно в Пуэбло Испаньоу. Общая жилая площадь в этих апартаментах колеблется от 94 до 31 квадратного метра. В каждом из них кухни и ванные комнаты полностью оборудованы, оснащены мебелью. Имеется кондиционер, тепло-холод. Имеются встроенные шкафы. Да, особенно хочу пометить шкафы. Они мне настолько нравятся. Они качественно выполнены из такого добротного дерева. Очень хорошие и очень удобные. И камин имеется в гостиной. Также имеется при каждых апартаментах свое частное именно парковочное место в подземной парковке. И вот сейчас мы как раз мимо проходим такого синего здания. Вот если вы такое видите, то это как раз вход в подземную парковку. На данный момент в первичной продаже от застройщика еще в предложении осталось только два апартамента. Одни из них с двумя спальнями и одной ванной комнатой и цена их 81 400 евро. А другие апартаменты с тремя спальнями и двумя ванными комнатами и их цена 105 000 евро. И это все, что осталось на данный момент в продаже именно в Пуэбло-Эспаньоне. А мы здесь купили апартаменты с двумя спальнями. Их общая площадь, которая несена земельный регистр, составляет 140 квадратных метров. Ну, правда, общая площадь жилая только 105. Остальное, наверное, имеется в виду подземный гараж и, может быть, какая-то часть холла. Также у нас есть две ванные комнаты. Одна с ванной джакузи, а другую мы уже переделали. Душ. Большой, просторный душ. Но больше всего мне нравится наша большая терраса. Да, мне кажется, она огромная и общая площадь 16 квадратных метров. И окна, именно все террасы выходят на главную улицу нашего комплекса Пуэбло-Эспаньон, а именно на улицу Ронда. В одном из своих видео я уже их показала. Сейчас сверху добавлю ссылочку. Если кому интересно, можете посмотреть. Ну, правда, там немного-немного совсем показала. Совсем немного о местонахождении. Находится этот комплекс на юге Испании. Расстояние до моря примерно 25 километров. До ближайшего городка, куда мы ездим за покупками, за продуктами, имею в виду, это 7 километров. До Картахена примерно 20 километров. Ну, туда мы ездим, когда что-то немножко посерьезнее надо купить. До Мурсия 50 километров. До Таревьехи 77 километров. До аэропорта Аликанте 120 километров. До аэропорта Мурсия 15 километров. И это совсем немного. Несколько минут, и мы уже в аэропорту. Да, пока что здесь никак без авто, но скоро обещают пустить маршрутный автобус, который будет курсировать между нашим комплексом и ближайшим городом, куда мы ездим за продуктами. Это обещают, что вскоре здесь откроется новый продуктовый магазин, что мы очень-очень ждем. И очень надеюсь, что это будет ближайшее время. И наконец-то я расскажу, сколько же мы тратим ежемесячно, чтобы мы могли прожить в этой красоте. Об этом очень коротко, более подробно уже в следующих видео, иначе мне это видео никогда не закончится. Итак, самая большая статья расходов это медицинская страховка, что на двоих у нас с мужем составляет 353 евро ежемесячно. Но еще раз напомню, что мы оба пенсионера. Понятно, ну, чем старше, тем дороже страховка. Далее страховка квартиры. Наша страховка платится раз в год и составляет она 173 евро. Ну, это примерно 14 евро 49 центов ежемесячно. Далее электричество. Оно составляет 156 евро ежемесячно. Ну, эту цифру, правда, я вывела среднюю из 4 месяцев. В сентябре мы платили за электричество 50 евро, в октябре 94, в ноябре 105, а в декабре уже 225. Ну, там уже кондиционер вовсю работал. Да, и еще помечу, что мы готовим на электрической плите. Вода платится раз в 3 месяца и у нас средняя по воде выходит 47 евро ежемесячно. Интернет, телевидение и один номер именно испанского мобильного телефона, у нас такой пакет общий, составляет 31 евро ежемесячно. И второй мобильный телефон, у меня еще пока латвийский номер тоже сохраняем. Ну, конечно, скоро, наверное, перейду на испанский, но пока латвийский и его стоимость 14 евро ежемесячно. Далее банк обслуживания, можно было бы это, конечно, не упоминать, но будем считать все. У меня два банка, испанский банк и открыт счет и также латвийский, поскольку пенсию получаем через латвийский банк и ежемесячно оплата их 5 евро. Обслуживание комплекса, это мы платим раз в 3 месяца и составляет сумму 290, ну и какие-то сантимы, в среднем 97 евро в месяц. И обязательно обслуживание бассейна, не важно, вы там пользуетесь или нет, там зимой, не важно, каждый месяц надо платить, правда, это платится раз в 6 месяцев, ну раз в полгода и цена, ну ежемесячно выходит 32 евро. Далее все платежи пойдут по содержанию автомобиля здесь. Да, у нас есть свой автомобиль, здесь, как я говорила, без него никак, ну автомобиль мы доставили с Латвии, нам его сюда привезли. Ставить наше авто, которое мы привезли с Латвии, вот здесь, в Испании, на учет, было настолько сложно, я такого не ожидала, и я обязательно сделаю отдельно видео, расскажу об этом, если кому интересно, ну чтобы он уже был бы в курсе, ему было бы это намного легче сделать. Ну на данный момент самое дорогое по автомобилю платежам, это именно страховка автомобиля. Здесь у меня не учитывала вся моя старая история в Латвии, что была. Я более 30 лет вожу автомобиль, а они меня здесь считают в Испании, ну, как нулевую. В общем, у меня здесь истории нет, и она поэтому самая дорогая страховка, которая может быть, да. Ну, я нашла, конечно, не самую дорогую, я поискала как можно дешевле, и она у меня стоит, ну, развод это 496 евро. Ну, примерно выходит 42 евро ежемесячно. Страховка, это, конечно, совсем другая, чем в Латвии, она более похожа, как у нас каска, но об этом я лучше расскажу более подробно в следующих видео. Дорожный наук для автомобиля платится так же, как в Латвии, раз в год, и он составляет в Испании 250 евро на наше авто. И это примерно, если поделить на 12 месяцев, это где-то 21 евро. Техосмотр автомобиля составляет 100 евро. Ну, это снова. Авто, поскольку привезли с Латвии, это дороже. В следующий год уже техосмотр будет стоить 50 евро. Ну, а если взять 100 и поделить на 12 месяцев, значит, это среднее в месяц 8 евро. Итого, ежемесячная оплата, которая состоит из всех этих сумм, составляет 819 евро. И сюда я еще не включила именно земельный налог. Мы его еще не получили, поэтому не знаю, какой придется платить за год. И также не включено, конечно, питание и не включено обслуживание автомобиля. Если не учитывать медицинскую страховку, то сумма, конечно, будет звучать намного приятнее. Это будет 466 евро. Но это без медицинской страховки. И на этом я закончу свое сегодняшнее видео. Спасибо, конечно, всем за просмотр, за ваши лайки. Пишите комментарии, с удовольствием отвечу на все. И не забудьте подписаться, кто не подписался. До новых встреч, в новом видео. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова